12,5 тысяч километров на велосипеде проехал чувашский путешественник Никита Васильев. За 14 месяцев он объездил весь Кавказ, побывал в Дагестане, Армении, Узбекистане. Что необходимо, обязательно взять в велопутешествие, узнавала Екатерина Куприна. Как мы, девушки, собираемся в путь? Берем с собой все самое необходимое. А это три пары туфель, четыре платья, джинсы, а к ним несколько кофточек и, конечно, косметичку размером с чемодан. Что же реально пригодится для поездки? У путешественника-исследователя Никиты Васильева ответ простой. Главное взять в дорогу голову, руки и ноги для велопутешественника. Остальное все можно найти, то есть без проблем. Глядя на этого молодого человека и не скажешь, что за его плечами тысячи километров дорог, множество знакомств, ночевки в палатке. Еще в детстве Никите подарили атлас всего мира. И все свободные минуты мальчишка изучал карты. Собственно, этот подарок и определил его сегодняшнюю судьбу. Начинал я с автостопа. Как закончил школу, я поехал на Украину, Белоруссию, объездил все эти страны. Потом вернулся, поступил в педагогический университет на географа, служил в армии. Потом снова восстановился в университете. Но все-таки дорога она зовет. И по моей географической специальности это большая практика для меня. Кавказское путешествие стало подготовкой к масштабной поездке в Казахстан. Примерный маршрут уже разработан. Обязательно побывать в малоизвестных чувашских селах и деревнях, жители которых хранят свою самобытность, объездить весь Казахстан, Башкирию, Оренбургскую область, а дальше на границу и в бескрайние степи Казахстана. К такой поездке Никита готовится серьезно. Берет с собой палатку, спальник, несколько ножей. У путешественника есть привычка их терять. Котелок и атлас дорог, без которого так легко заблудиться. Хотя и без карт можно обойти, всегда есть возможность просить дорогу у людей. Самое главное правило – не делай другому того, чего себе не желаешь. И поэтому никого негатива абсолютно не встречал. Все доброжелательно. Люди приглашают гостя, останавливаются на машине, меня прям подрезают, узнают, откуда я, что куда еду. И бывает, прям дня на три, на четыре у них остаешься. Потому что им интересно, ты им рассказываешь что-то. И так же ты познаешь культуру народа, сам быт народа, язык. В планах у Никиты стать учителем географии. Причем в основу уроков ляжет его опыт путешествий. А пока погода благоприятствует, синоптики обещают потепление к середине недели. Чувашский путешественник собирается в долгий путь. Нужно выехать до наступления зимних холодов. Каким он вернется домой, узнаем через два года. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.